Стратегическая сессия на тему развития транспортной и дорожной инфраструктуры города собрала на обсуждение руководителей профильных предприятий и учреждений, экспертов данной отрасли и даже студентов. В течение нескольких часов участниками были изложены самые разные мнения и решения. К чести сказать городской администрации сейчас расширяется проспект Ленина, убираются оттуда вот эти стоянки, нужно расширять, делать проспекты для того, чтобы можно было свободно проезжать. Участники, они как были неуправляемые, так и неуправляемые до сих пор. Как не платили налоги, так и не собираются платить в полной мере. И я говорю это с полной ответственностью. Вот те меры, которые сейчас принимаются для того, чтобы ужесточить контроль, я считаю, что мы на правильном пути. Такого количества инвестиций на дорожную инфраструктуру у нас не было никогда. Поэтому, конечно, положительные моменты и в финансировании, положительные моменты и в использовании новых технологий, как умные остановки. Около 2000 километров протяженность городской маршрутной сети автомобильного транспорта и 450 километров контактной сети электротранспорта в Нижнем Новгороде. Кроме того, в городе достаточно развитая конкуренция на рынке транспортных услуг. 95 муниципальных автобусных маршрутов задействовано в регулярных пассажирских перевозках, 14 трамвайных и 15 троллейбусных. Однако перед городом стоит цель модернизировать транспортную систему, сделать данные услуги более качественными для жителей и гостей. Если говорить о том, чем сейчас характеризуется в целом транспортная отрасль, ей предоставляется высокий приоритет на государственном уровне. Сегодня у нас есть майские указы президента, которые говорят о том, что необходимо сейчас развивать эту отрасль и под это подготовлены федеральные и региональные программы развития. Ранее глава города Владимир Панов сообщил, что при поддержке губернатора мэрия закупает еще 200 новых автобусов большого класса. Кроме того, безвозмездно от администрации Москвы в собственность перейдут 10 трамвайных вагонов и 30 троллейбусов. Даниил Воронов, Время новостей.